Сигал был настоящей звездой боевиков 90-х и вообще мировой голливудской знаменитостью, которую знали и обожали, на которую равнялись. Актера запросто можно было сравнить с Арни или с Таллона. Но в отличие от других звезд, тех лет Стивен не сумел удержаться на плаву своей славы, а кто-то даже считает, что он сошел с ума. Сегодня разбираемся, как же вышло, что кумир миллионов стал настоящим фриком. Детство и начало карьеры. Сигал родился 10 апреля 1952 года в США и некий налет мистификации присутствует в его биографии с самого начала. В шутку или нет, но были истории, что его нашли в коробке из-под обуви. А сам Сигал утверждает, что его дед по отцовской линии был буддистом-монголом из России. В 80-е годы будущий актер оказался в Японии, где он изучал боевые искусства. Именно там в 1982 Стивен случайно попал в кинобизнес. Сперва он инструктирует киноделов в качестве знатока восточных единоборств, а после настолько впечатлил представителей индустрии, что молодому Сигалу предложили и самому сняться в кино. Так произошел его дебют. Лента над законом сделала Стивена Сигала моментально популярным. Ну а самым пиком этого актера можно назвать уже 1993 год и фильм «В осаде». Вот когда действительно зажглась новая мировая звезда боевиков. Дела шли у него неплохо, он заработал не только славу и большие деньги, но и снимался в одном-двух фильмах ежегодно. Отвратный характер. Но тогда же вместе со всеобщим признанием к Сигалу начало приходить и чувство собственного превосходства и исключительности, которое и пошатнуло как карьеру, так и душевное состояние звезды. Во-первых, Стивен начал зарабатывать себе репутацию актера, с которым просто невозможно работать. На него начали постоянно жаловаться не только коллеги, но даже и режиссеры, а также другие участники процесса. Например, Джон Легу Изомо, партнер по фильму «Приказано уничтожить» рассказывает, что как-то оказавшись недовольным своим коллегой Сигал прямо на съемочной площадке швырнул его к стене, пытаясь донести свою позицию. Другие актеры из его многочисленных фильмов тоже говорили о чем-то подобном, что Сигал не гнушался применять навыки в единоборствах прямо на площадке. В общем, отвратительный нрав звезды подмечали многие. Но в целом, это и не удивительно. Если вспомнить хотя бы его давний инцидент с Шоном Коннери, с которым Сигал работал еще в 1983 году для фильма «Никогда не говори никогда». В нем Коннери должен был вновь исполнить свою роль агента 007. Оказывается, что призванный подтянуть навыки Коннери в боевых искусствах Сигал вел себя настолько дерзко и даже бесцеремонно с гораздо старшим актером, что в результате повредил мировой звезде запястье. Разумеется, все эти факторы привели к тому, что от сотрудничества с актером просто начали отказываться. Вследствие чего Сигал решил, что он сам может снимать фильмы имени себя и превратился в режиссера. Тем самым полностью угробил свою карьеру. Стивен просветленный. Неожиданно Стивен объявил о своей просветленности и чуть ли не назвал себя миссией. Еще с конца 80-х актер стал буддистом и несмотря на то, что таковых в Голливуде хватает, Стивен, как всегда в своей погоне за превосходством, решил пойти дальше. Поэтому уже в 1997 верховный глава школы Ньингма объявил Сигала Тулку, это одно из трех тел Будды, форма проявления Будды в обыденном мире. Актер где можно и нельзя начал говорить о том, что его миссия на земле, сделать окружающих лучше и так далее. А еще, что он реинкарнация переводчика из 17 века, который открыл свой монастырь и нашел некоторые священные для буддизма реликвии. Понятно, что подобная риторика вызывает в лучшем случае улыбку и просто доказывала, что у Сигала серьезно едет крыша. Дальше больше, восточные товарищи актера и вовсе объявили его Ламай, что по иерархии буддизма ставила знаменитость всего на одну ступень ниже, чем сам Далай-Лама. А Сигал в ответ на такое признание рассказывал, что теперь он пытается улучшить весь мир вокруг себя и научить его жить правильно. Актер поехал с семинарами по всему земному шару. В общем, он навел немало шороху вокруг себя. Особенно, когда оказалось, что перед неожиданным признанием его тибетскими буддистами Сигал пожертвовал им очень крупную сумму денег. Актер решил возвыситься в боевых искусствах. Его статус звезды как мастера единоборств, всегда подавали сомнениям. Очень многие представители данной сферы заявляли, что навыки Стивена на довольно среднем уровне и он просто очень артистично и зрелищно научился делать свои коронные броски и закручивания рук. Видимо, чтобы опровергнуть это утверждение и доказать всем, что он – настоящий мастер, Сигал неожиданно начал приписывать себе достижения спортсменов. Например, после легендарного боя Андерсона Сильве актер вдруг заявил, что коронному дару научил спортсмена именно он. И не только научил, но и вообще изобрел тот удар, которым Сильве удалось выиграть его главной в карьере бой. А Рэнди Кутюр, легенда смешанных единоборств говорил, как Стивен хвастался всем, дескать вызвал спортсмена на бой. Правда ни самого вызова, ни его продолжения никто никогда не видел. Сигал, мафия и ФБР. По словам актера босса нью-йоркской мафии требовали с него денег. И тут дело пошло дальше, чем просто досужие разговора. Ведь со слов Сигала, правительство США начало громкое дело против боссов мафии. Хотя многие считают, что актер попросту оказался подставной уткой и формальным предлогом для начала разбирательств. Он же в свою очередь сам не получил ничего, кроме довольно грязного пиара и еще одной темной страницы биографии. Впрочем, дружба актера и правительства продлилась недолго и уже в начале 2000-х Сигал обвинил ФБР в упадке своей карьеры. Да это на полном серьезе. Дело там было как раз завязано на расследовании связи Сигала и нью-йоркской мафии, которая вела одна журналистка. За ней же в свою очередь следил очень мутный частный детектив, нанятый самим Сигалом. Детектив в своих попытках остановить репортера прибегнул к очень грязным методам, вследствие чего поднялся большой резонанс. И хоть против самого Сигала никогда не было выдвинуто обвинение, актер считает, что тот шум сильно ударил по его карьере и до сих пор ждет, и требует извинений непосредственно от Федерального бюро расследований. Актер переехал в Россию, как многие вышедшие в тираж западные звезды Сигал пошел искать счастье на восток. Сперва он получил гражданство Сербии, а потом и Российской Федерации. Актер постоянно демонстрирует личную дружбу с президентом и даже участвует в его инаугурации. При этом он еще и стал невъездным в Украину и ряд других стран. Конечно, после всего этого в мире о некогда звездном актере окончательно сложилось мнение, как о Фрике. Вот такая история. На сегодня это все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если статья была вам интересна. Субтитры создавал DimaTorzok